Новое заведение в Хабаровске. Открытие нео-бестро на прудах. Ну что, отправляемся на обзор? Здесь такое небольшое, но достаточно уютное и комфортное пространство. Вот эти вот витринные окна практически в пол придают, конечно, определенный флор этому заведению. Но мы здесь для того, чтобы получить ответ на главный вопрос. Что же такое нео-бестро? Нео-бестро – это новое модное течение в Европе и, наконец-таки, оно дошло до нас. Частичка нео подразумевает под собой то, что мы используем качественные продукты, но при этом стараемся донести до гостей максимально доступно высокую кухню. То есть, высокая кухня простым языком, правильно я понимаю? Все, верно. Если я загляну в ваше меню, ну, по-любому, там будут какие-то слова, на которых я такая, так, подождите, а это что такое? Или там все просто? Ну, давай откроем меню и посмотрим, просто там или не просто есть где-нибудь оно. Так, Маша возвращается с меню. О, меню совсем небольшое. Меня это радует, потому что я не люблю, когда приходишь за заведение, открываешь, и там 33 страницы, и ты такой сидишь и не понимаешь, что нужно заказывать. Ну, расскажи мне, пожалуйста, в чем особенность этих блюд? Вроде бы, вот такие вот, ну, вот жареные лосося со спаржей, да, мы можем его найти не только в этом заведении, но и во многих других в нашем городе. В чем особенность имена вашего жареного лосося? Как я уже отметила, мы используем максимально качественные, максимально натуральные продукты для того, чтобы готовить наше блюдо. При этом шеф-повар использует максимально необычные сочетания, например, такие, как в десерте персик с сыром до рублю, с кремом сыра до рублю. Очень интересно, да, рекомендую попробовать. Также отличие нашего пространства от ресторана, кардинально, это то, что мы используем не, например, премиальные стейки, а для того, чтобы они были более доступны, мы используем альтернативные стейки, но при этом такого же хорошего качества и в такой же классной, крутой вариации. Давай все-таки разберемся, альтернативные стейки, что это такое? В мире гастрономии существуют такие всем известные стейки, как, например, миньон, рибай и так далее. Всеми принято, что они по каким-то своим характеристикам хороши, но при этом большинство мест, большинство ресторанов забывают о том, что есть не менее хорошие стейки, альтернативные, так называемые, такого же хорошего качества. Но при этом по доступной цене. Ты говоришь о том, что вы в своих блюдах используете только исключительно какие-то местные и очень качественные продукты. Вот расскажи, где вы берете таких поставщиков? Этим вопросом занимается наш шеф-повар. Он очень тщательно, очень трепетно подходит к выбору людей, которые поставляют нам продукты. Часто это местные маленькие компании, которые в небольших количествах производят какой-то продукт, при этом следят, имеют возможность даже, я бы сказала, следить за качеством каждого продукта, который они отдают. Вот, и мы используем именно вот такое. В общем, вы решили вести локоворство в своем ресторане, да, и это очень современно и правильно, когда маленькие фермеры, именно здесь местные нашего региона поставляют вам продукты. О чем это говорит? О том, что мы можем быть убеждены в том, что это продукты действительно качественные и не откуда-то привезенные, а именно здесь выращенные, и мы можем быть убеждены в их качестве. Все верно? И в их качестве, и в их сохранности, за счет того, что он не проходит огромную транспортировку, дойдя до нас. Мы много говорим о вашей кухне, расскажи, пожалуйста, направление меню. Какое-то есть? Это итальянская кухня, как и паназиатская популярная кухня, или какая? Это направление европейской кухни, сочетает в себе нотки панази, но при этом мы взяли какие-то части от бестро в его классическом понимании. Это пасты, это какие-то классические закуски. Мы сочетаем в себе все. Я также знаю, что барменеджер этого заведения проходил обучение в Санкт-Петербурге в баре «Эль Капитас», так что за ассортимент барной карты здесь можно точно не переживать. Они уже в каком-то, в 2021-м уже вошли в топ-10 мира. Да, да, топ-10 баров мира, действительно. Слушай, значит, ты по-любому сможешь мне приготовить очень классный коктейль, но, конечно же, безалкогольный. Потому что мы на телевидении не пьем, и удивить меня каким-нибудь безалкогольным, повторюсь, сочетанием. Сможешь? Ну, лимонад. Да, лимонад. Ты можешь сделать лимонад, да? Уже делаю. Расскажи мне, что ты приготовил, что здесь? Здесь личи лаванда, кордел личи лаванды. Это мы пюре личи, лаванда сушеная. Это мы все вывариваем, получается концентрат, и получается такой вот красивый сироп. Наш шеф-повар также прошел очень долгий путь до того, как попал к нам. Мы очень этому рады. Он также проходил обучение в Питере и привез очень много рецептов. Мы открылись совсем недавно, и очень надеемся, что для каждого гостя найдется что-то интересное в нашем меню и в нашей барной карте. Всем хороших выходных. Пока ждем вас у нас в гостях.